Привет. Привет, Екатерина. Тема сегодняшнего разговора – измена. Да, встречается часто, почти во всех семьях, я, кажется, статистику не вела, но тем не менее. Как тебе кажется, в чём причина? Вот почему мужчина или женщина находят себе другу или другого? Как мне кажется, ты про какой возраст именно сейчас хочешь узнать? Про возраст моего возраста или про возраст твой? Потому что измена, если разобрать это слово, даже слово измена, в разном возрасте звучит по-разному. Давай в возрасте от 30 до 40. От 30 до 40. Люди уже перегорают друг к другу. Измена. Подожди, подожди. Измена. Женщин красивых много. Своя приелась. Это я про мужчину. И также женщину. Свой всё время там в трёх-трёх, в трениках, там с телефоном, на диване, с пивасиком. А что, становится скучно? Возможно, и скучно. Возможно, что пропадает интерес к друг другу. Пропадает восхищение друг другом. Ну, слушай, невозможно же каждый день восхищать? Объясни, что значит невозможно каждый день восхищать? Ну, что, каждый день в новом платье на каблуках встречать муж с работой? Не обязательно в новом платье на каблуках. Обязательно каждый день что-нибудь интересное для семьи, для супругов. Это же их семья, их очаг. Им же решать, как они будут друг с друг друга, будут друг с другом взаимодействовать, чтобы у них не пропало интерес к друг другу. А интерес пропадает, когда... Вот интерес пропадает, ещё измены, когда случаются. Когда женщина беременная? Да. Почему? Здесь, ну, потому что женщина становится капризной, у неё начинается депрессивное состояние. Она в этот момент, муж, если он супруг, так скажем, да, если он не слышит и не видит в этот момент свою вторую половинку, у него, к ней пропадает интерес. Он смотрит на неё и он не понимает, что ей нужна поддержка, что он её должен поддержать в этот момент. Слушайте, да устал он её поддерживать. Подождите. У неё всё время. То ей одного хочется, то другого. Настроение непонятное. К тому же всё. Женщина моя, да, вот я вот со стороны мужчины рассуждаю, она носит моего ребёнка, к ней, соответственно, уже никто не подойдёт, соперничать не за что. Она уже моя вот на ближайшее количество времени. Что в твоём понимании моя? Моя, значит, она никуда не денется. Дело не в том, денется, не денется. В этот момент, если не соблюсти те регалии, которые нужно соблюсти по отношению к своей супруге, когда она носит твоего ребёнка и ты не отдашь ей должное в этом положении, то ты получишь отклик потом. Это раз. Это я понимаю, о чём ты сейчас говоришь. Но в этот момент, что такое... Но женщина не собственность. И супруга не собственность. Вот. Это не собственность. А он уже, если ты как-то, я в твоём понимании поняла, что мужчина считает её своей собственностью. Ну точно так же, как и женщины. Когда её берут замуж, она считает, что всё, это мой муж, это мой мужчина, и я им вправе распряжаться, как хочу. Вот это вот не является ли как раз одним из корешков измены? Когда ты считаешь, что это твоё и больше ничего. Конечно, является. У нас же у каждого по-своему своя мораль. У каждого человека своя мораль. Каждый заходит в семью со своей моралью. У одного одно, у другого другое. Это даже не говорит о том, как его воспитали в семье. Это то, что он видит вокруг себя. Это тоже очень важно. Поэтому здесь, скорее всего, то, что ты сказала, не супруга, не супруга. Это не собственность друг друга. Они каждая отдельная личность сами по себе. Но они вместе. Если они вместе, значит, у них интересы есть для того, чтобы они вместе были. Вот. А интерес, он для чего, в принципе? И как вообще? Как его сформировать, например, если вот он куда-то потерялся? Раньше был интерес, надо было там заработать деньги, купить машину, квартиру, да, старались. Это подразумевающе интересом. Нет, я просто привожу пример, да, изначально, да, молодая пара, им надо что-то как-то устроить, быт. Все, быт устроен. Дети, например, уже рождены, да, мы взяли возраст 30-40. Даже уже кризисы пройдены с детьми. Все, совместные интересы пропали. Нет, интересы совместные не пропали. Как раз начинаются самые интересные? Ну что? Люди, люди начинают уже обосновывать и устраивать свой быт уже с детьми вместе. Они ездят вместе отдыхать. Они наслаждаются друг другом. Подожди, интерес не может пропасть. Устают они от детей? Как можно от детей устать? Ну легко. Объясни, пожалуйста, как можно от детей устать? Каждый день. Того накорми, того напоюйте, того уроки проверь. Там, жена мужу говорит, этот не учится, заставь его. Каждый день какие-то проблемы, сложности, на работе сложности, с детьми сложности. Все, не хочу больше, устала. Я такого не понимаю, честно не понимаю. Но здесь, наверное, нужно научиться правильно распределять свое время. Правильно распределять время. Ценность в этом. Если у тебя есть план взаимодействия даже в семье со своими близкими, то ошибок не будет. План взаимодействия. Вот распределять время, например, что я во всяком случае обсуждаю со своими клиентами, это время и для себя, и друг для друга, которое прям обязательно выделяется, к примеру, вечером, вне зависимости от того, доделаны уроки, не доделаны уроки у детей, есть какие-то обязанности по дому, есть какие-то срочные дела по работе. Вот есть час икс, там с семи до восьми, когда вы посвящаете время друг другу. А с восьми до девяти, например, посвящаете время каждый себе сам, потому что это же очень важно иметь свое личное время и иметь совместное время. Соглашусь, соглашусь, что это очень важно. Для меня еще и важна тактильность. Это тоже очень важно. Иногда это такие непроизвольные, там, движения, общения, когда там бытовая тема какая-нибудь, ой, мы там пьем кофе, еще что-нибудь, там, завтрак, обед, ужин, и в этот момент, там, ну, друг другу подойти по тактильности. То есть, понимаешь, это очень важно для двоих, для супругов. Это очень важно. Как это сохранить? Это же все теряется через какое-то время, это все пропадает. А пропадает, потому что мы не умеем содержать свой очаг. Я не говорю про всех. Так нельзя взять обоснование, а все, мы не умеем. Ну, большинство людей через какое-то время перестает, наверное, созерцать, что ли, что они одно целое. Не в плане одно целое, как… Да, вот здесь я все с тобой не соглашусь. Да, я вот начала с тобой как раз, я хотела… Одно целое в плане семьи, что вот они – семья. Вот в этом. Это одно целое. Вот. И один устал, там, на работе он намучился еще. Вот, когда заходят в квартиру, в дом свой, они должны за порогом оставлять все свои проблемы, которые касаются работы, непосредственно работы, и заходить домой и видеть свою супругу веселую, там, счастливую. Когда она будет веселая, если она уставшая. Подождите, подождите. Ну, хорошо, она уставшая. Если она замученная. Ну, пришел муж домой. Вот, Кать, атмосфера все равно зависит от двух людей. Да. Если человек зашел в дом счастливый, довольный, он пришел, он уже закрыл там, он закрыл свою работу, закрыл тему работы и приходит в дом и видит сначала улыбающуюся жену, сейчас улыбающуюся жену, у него также поднимается настроение, и у них вдвоем уже не портится настроение, они общаются, они разговаривают. Они уже в предвкушении вечера, ночи даже. В каком предвкушении? Она уставшая, он уставший. Какой вечер, какая ночь? Это идеальная картинка. Да, я понимаю, что идеальная картинка, но это… А как ее достигнуть, понимаешь? Вот я почему-то классно сказала про распределение времени. Да, если мы находим и выделяем время для отдыха, обязательно, особенно в рамках мегаполиса. В больших городах, в принципе, люди работают почти 24 на 7, либо не работают вообще, сидят дома, детей воспитывают. И считается, что они не работают, хотя там не меньше работают. И они забыли, что такое отдых. Дело время, потехе час. А где отдых? Где совместный отдых? Где совместные как раз интересы? Ну, я как раз к этому и хотела подвести, что можно же прийти домой, сказать, собирайтесь, поедем ужинать в кафе, в ресторан. Просто пойдем погуляем, посидим в каком-нибудь кафе, отдохнем. В кафе деньги нужны. Хорошо, в кафе деньги нужны. У нас сейчас очень много кафе, где можно за минимальную плату поесть. Это как вариант. Хорошо, не получается, на кафе деньги нужны. Можно дома устроить себе такой праздник. Мы сейчас ушли от темы измены, про которую мы говорили. А если касаться непосредственно измены, то здесь же происходит остывание друг к другу. А на каком фоне оно происходит? Я обезвращаюсь к этому. А на каком фоне? На фоне непонимания друг друга. Непонимания, недосказанности, в обидах друг на друга. Отсюда начинается охлаждение отношений. Охлаждение отношений с чего начинается? Мы сами иногда не понимаем, как мы можем отвратить от себя человека, отвернуть его от себя. Мы можем сказать одно нехорошее слово, холодное слово, обидное слово. И оно осеннее осядет в тебе. Осядет настолько, что ты его не выкинешь, даже если ты померишься с человеком, и ты его не выкинешь. Оно будет сидеть, и оно будет тебя глотать. Будет тебе не глотать неправильное выражение. Но, в общем, ты понимаешь, о чем я говорила. Оно будет тебя свербить, свербить до тех пор, пока там все равно ты когда-нибудь к этому слову вернешься. Да, и вернешь это же слово. Вернешь своему партнему. Да, да, да. То бишь, у измены причины, обиды. Раз. Остывание чувств, потому что пропадают совместные интересы. Два. Возможно, какие-то телесные изменения у мужчины, у женщины, неважно. Да, меняются же фигуры. Меняется отношение друг к другу. Пропадает теплота. Пропадает забота. Вот на чем эта забота и теплота держатся? Да, а что должно быть в душе по отношению к человеку, чтобы хотеть заботиться о другом? Тогда я, знаешь, вернусь в самое начало семейных отношений. Могу, да? Да. Вот когда мы выходим замуж, когда мужчина женится, что он видит в основе своих отношений? Девушка берет что за основу? Выйти замуж. Я хочу выйти замуж. За успешного, богатого. Там ты, ты, ты и еще куча. Да, чтобы чувствовать себя в безопасности. В безопасности, чтобы это... Понимаю, она так хочет. Но она должна и понимать, что когда она выходит за такого замуж, обязанности ее тоже возрастают. Просто так быть в безопасности, сидеть и там кушать шоколад, ездить на Мальдивы. Но это же глупость великая. У каждого есть еще за этим, за всем, есть ширма. И за этой ширмой тоже много обязанностей и обязательств. Ну, так-то. Да, да, безусловно. Вот. А если это брать, что это одинаковые по своему бюджету люди, и они начинают строить вместе жизнь. У них интересы. В общем, с интересом. Поначалу, да. Ну, да, пусть будет поначалу. В общем, с интересом. Они уже запланировали свою семейную жизнь. Они ее уже видели. Они ее уже выстроили. Они уже понимают, как у них что будет. И вот они начинают в этом вариться и жить. И тут беременность. Она беременеет. Рождение ребенка. Один мужчина это воспринимает хорошо. Он начинает свою супругу оберегать от всех событий. И супруга с пониманием относится и не капризничает. А второй наоборот. С капризами. Девушка с капризами. Ну, супруга с капризами. Муж со своими заморочками. И вот тут начинается непонимание. И тут начинается вырастание вот этого мячка. Обид. Который начинает с маленького мячка. Даже с теннисного сначала. С теннисного. А можно начнем с дрожжей. Ну да. Начнем с дрожжей. Начнем с дрожжей. И потом вырастает, вырастает огромный снежный ком. Но этому предшествуют еще годы терзаний друг друга. Да. И вот потом с этим снежным комом разбираться совсем не хочется. Да. И не знаешь, как с ним разобраться. А там уже, чтобы разобраться, нужно... И думаешь, да, и ладно. Ну, значит, на стороне будет лучше. Там-то этого снежного кома нет. Там же все идеально. Все по-новому. Да. Поэтому начинаются измены. Да. На это накладывается еще чувство вины. И потом на одного из супругов от друга начинает терзание. А все в порядке. А может быть, он и она гуляет. И так далее. То есть все вот это зарождается долго. И зарождается. А самое главное, что еще и фантазируется. Еще фантазии же очень хорошо работают. У нас это же... Это как бы... Это нормально, фантазии, да? Да. Но фантазии могут зайти за пределы фантазии. И тогда уже не до фантазии. Ну, а что ты... Окей. Что ты подразумеваешь? Как можно выйти за пределы фантазии? Вот смотри. Такой определ... Вот прям вообще вот случай. Ну, нормальный случай семейной жизни. Стоит женщина в очереди там в кассе, да? Впереди стоит там мужчина или сзади ее мужчина. Она там разговаривает по телефону, и у нее шарф упал. Мужчина в этот момент поднимает ей шарф, отдает, и у них там происходит вот эта разговорная речь, там улыбки друг другу. Муж в этот момент заходит в магазин и видит, что она стоит, разговаривает за кассой с мужчиной. Какая у нее реакция? Как он на это отреагирует? А это ее любовник. Да. Возможно, у него фантазия уже именно такая вот тематика, да? Или возьмем другую. Точно такую же ситуацию, только это заходит жена этого мужчины, который сзади. Ну, как всегда. И то же самое. Советно-зеркальное, да. Да. Вот. Вот уже первый конфликт, который возник. Даже это не первый конфликт, это конфликт, который возник не из чего. Отлично. Что в этот момент чувствует тот мужчина, который видел свою жену на кассе с другим мужчиной, да? Как же так? Да. Он не думает, что я не так сделала или это, а как она посмела? Или как он посмел? Совершенно верно. Совершенно верно. Совершенно верно. В этот момент у него срабатывает животные инстинкты. Это мое. Это моя собственность, почему так ведет себя. Вот в этот момент именно так происходит ситуация. Или я так не поступаю, почему она так поступила? Да. Обидно. Обидно. Да. Почему ей можно, мне нельзя или наоборот? Ну, здесь, наверное, вот это не срабатывает точно, а может быть, да. Но именно срабатывает животные инстинкты. Это моя собственность. Это как волк и волчица. Вот такое. Это что это? И если бы в этот момент можно было наброситься, да, я думаю, что как первобытное, как и первобытное общение устроит, он бы точно набросился. А так как можно соблюдать все регламенты, естественно, разговаривает там, потом к жене подойдет, но уже глазами он точно показал. Ты такая гадина, ты какого там это? Или там вот именно так. И потом, когда уже в разговоре начинает, один с пониманием отнесется, ну, он скажет, наверное, да ладно, все, понял, понял, услышал там, пошел там, начал. И все, разговор, конфликта не будет. А другая уже понимает, женщина там или мужчина, он уже предчувствует, он уже понимает, что сейчас начнутся доставания, сейчас начнутся там конфликты. Ладно конфликты, сейчас будет мозг проедать, может будет там два часа пилить, что я туда посмотрела. Ревность. Кстати, хорошая, мне кажется, тема для следующего разговора ревность, вообще ее причина. Так это и способствует тому, начинается все с этого, а потом человек уже задумается, блин, я не из меня, я не гуляю, я это не делаю. Но если меня ревнует, тогда уж что терять? Ну, если меня все равно доводит до такого состояния, то смысл, что я тогда вообще? Окей. Подводим итоги, в корне измены. Что же у нас все-таки лежит, от чего она происходит, что побуждает к измене? Потому что важно же знать причины, их избегать, где-то не накапливать обиды, а где-то быть более нежным, нежным, мягким, заботливым, где-то выделять себе время на собственное пространство и говорить, что, ну, выделять время на себя и говорить, что, прости, вот, очень хочу побыть с тобой, но сейчас сил нет совершенно, мне нужно побыть одной. И чтобы к этому опять-таки относились с пониманием. Общие интересы, правильно? Общие интересы обязательно. Без общих интересов не будет вообще ничего. Не будет. А я еще думаю, что, наверное, надо научиться не оскорблять друг друга в семье. Да. И это очень важно, потому что очень много приходит именно с оскорблениями. Начинаешь оскорблять и совершенно не задумываешься, что ты закладываешь фундамент разрушения отношений. Да. И это как следствие измены. Ведь мужчина потом, почему он уходит, приходит к другой женщине и получает там ту доброту, теплоту, потому что дома жена там орет, орет, ругает, хамит, еще что-то. И также, если перевернуть обратную сторону, то же самое, да, и женщина, и мужчина. Это все идентично. Поэтому, а там так хорошо, там тепло, у тебя встретят, по головке погладят. Ты сейчас разрекламируешь, а сейчас все пойдут налево. Да не надо идти налево, надо дома делать такие атмосферные вечера, надо дома делать такую хорошую обстановку, чтобы это дома так происходило. Зачем уходить налево? А что налево-то хорошего? Екатерина, извини, что перевиваю, но потому что эта тема такая. Все равно налево не будут тебя так любить. Там будут любить за что-то, почему-то, от чего-то. Но не так, как ты был дома. Дома к тебе относится совершенно по-другому. Здесь очень важно, как люди поженились. Опять я возвращаюсь к первому. Нет, нет, ну подожди, Лидия, пожени. Я все время, понимаешь, все время, когда начинаешь разбирать ситуацию, я всегда спрашиваю, а как вы поженились? Что предшествовало вашему браку? И дальше уже начинаешь разбирать и понимать, откуда что выросло. Да, безусловно. Мы здесь, конечно, все ситуации не разберем. Может, в следующий раз разобрать какую-то одну ситуацию, какую-то одну историю жизни. И так, на самом деле, такое разнообразие, такое большое количество, что такого универсального не подберешь. Ага, ага. Уют дома должна создавать только женщина? Нет. А как мужчина может создать уют дома? Вроде как, это же типа не его обязанность. А откуда такая информация, что это типа не его обязанность? Ну, как-то вот у нас... У кого у нас? У нас? У русских. Так принято считать, что уют дома должна создавать женщина, а мужчина должен зарабатывать деньги. Заблуждение. Я знаю, знаю, прямо сейчас, секундами. Я знаю, в Самаре есть один человек, который сам обустраивал быть своей жене. Там все-все-все он делал, даже навески вплоть сам вешал, там заказывал фирму, все-все-все. Это говорит о том, что он заинтересован до мельчайших подробностей, чтобы в его квартире было все, все идеально и все хорошо. И он взял на себя эту роль. Поэтому, наверное... Наверное, тут сразу напрягает до мельчайших подробностей. То есть все должно быть по-моему, только так и никак иначе. Ты знаешь, я когда это услышала, я так сказала, как так, а жена вообще как? А жена согласилась с этим, то есть отдала ему главенство в этом направлении. Ну, с одной стороны здорово, с другой стороны, я соглашусь с тобой, что меня тоже это напрягло, честно напрягло. Ну, я к тому, что быт в семье зависит от двух человек. Да. И как бы мы ни крутили, мы создаем наш очаг вдвоем. Потом дети, естественно. Но дети, они тоже... Это они как-то дополняют, но очаг они не создают. Все зависит от нас. Непонимание, обиды, радости, счастье. Все вместе и все пополам. Нельзя разделить, сказать, что один больше сделал, другой меньше сделал. Ведь женщина, наполненная энергией, она даст эту энергию своего мужа. Муж, зарядившись этой энергией, он может достигнуть небывалых высот. Я не говорю, что там он станет у нас депутатом или там президентом. Он станет успешным сам для себя. Даже внутренняя, внутренняя уверенность появится. И также наполнение женщины, мужчины. Да, согласна. Я, прости, вернусь на шаг назад. Потому что я тоже озвучила очень важную тему. Кто меньше сделал, кто больше сделал. Вот это вот постоянное сравнение. Вот это постоянное соперничество. Это же тоже может быть корнем... Психосоматика. Недопонимание и, в итоге, разлада в отношениях. Здесь, скорее всего, знаешь, что срабатывает? Здесь, вот ты очень правильно сказала, это как идет... Как соревнование мужчины. И вот это вот очень часто бывает у мужчин. У женщин, кстати, тоже. У женщин тоже. Я вот сейчас прямо вспомнила своих родственников и прямо сразу сказала, что да, у женщин тоже. Вот. И я как раз к тому, что здесь нужно понимать, кто что может. Ну, вы же решили жить вместе? Значит, ребят, не выбираем, кто что может. Вы в одной семье. И здесь как раз и нужно понимать, что поддержка, поддержка каждого, она очень важна. Почему ты, например, добиваешься определенных каких-то целей именно с этим мужчиной? Да. Потому что он для тебя где-то что-то подсказал. Непроизвольно, невизуально. Ненастойчиво. Ненастойчиво. Но он тебе указал какой-то путь. И так же мужчине, женщине. Рассказывай какие-то определенные ситуации. И давай ему уверенность в себе. Всегда женщина дает уверенность в себе, мужчине. Всегда. И здесь важно понять. Это культура. Это культура и это мораль, которую они вытаскивают из своих семей, в которых они воспитывались. Я даже здесь скажу, здесь не общество играет роль. Здесь играет роль родства. Да. Очень много играет. Очень большую роль играет. Те люди, которые воспитывали. Вообщина, которая воспитывала. Ну, вот смотри. Слетились они разные. Воспитали их по-разному. У них разное представление о том, кто какие функции в семье выполняет. И плюс еще они соревнуются друг с другом. Что тогда? Садятся за столы переговоров. Ну, это так я уже грубо сказала, да? Нет, правильно. Но это... Нет, подожди. Как можно семья садиться... Семья садится за стол переговоров. Это уже в кризисной ситуации. А так они в разговорной речи, в разговорном беседе. В разговорной речи. Кто-то доминирует, кто-то соглашается. Как та супруга соглашалась с мужем, чтобы все было... Вот каждая шторка, каждая складочка была, как он хотел. А если бы она в момент, когда она это проговаривала, она бы тонким, например, сказала бы, вот если бы здесь была бы вот такая шторка или вот такой карниз, как ты думаешь? И отдала бы ему первенство сразу же. При этом взяла бы и передегулировала. Ну да, передегулировала. Короче, ты меня поняла. И при этом она ему отдала опять первенство и сказала, а вот так вот, как ты думаешь? И он бы, понимаешь, от того, что она все же это сделала так тонко, он бы даже не понял, что она сделала. Ну, схитрела, да? Да, он схитрел. Но он это принял и он это съел. И это очень важно. Вот в семье это очень важно, когда происходят какие-то конфликты, найти компромисс, который ни для одного не будет ущербным. И ни для одного не будет идеальным. Естественно, естественно. Но какой идеальный вообще ничего нет. Тогда, получается, мы решаемся своей идеальной иллюзией, своей идеальной фантазией. Мы же представляем, да, что в нашей голове вот здесь такая шторя, такая лампа, такая скатерть, а вторая половина говорит ровно с точностью да наоборот, и твоя идеальная картина рушится. Ну, я не знаю, я, например, в этом смысле всегда говорю, меньше фантазируйте про реальность. Потому что, когда мы фантазируем, уже все представляем, как это будет, а потом разочаровываемся, потому что были в очаровании этой фантазии. Да зачаровываемся, настроение портится. И даже если, в общем-то, получается примерно так, как мы планировали, мы все равно уже расстроены. Потому что все равно не настолько. Ну, мы сейчас ушли в обстановку, но это тоже, в принципе, одно из... Можно всегда соблюсти компромисс, можно всегда найти золотую середину и подобрать, что нравится и одному супругу, и второму всегда. Здесь, наверное, диалог. Здесь очень важный диалог. И здесь, наверное, можно слышать друг друга. Ну, диалог. И в диалоге, мне кажется, еще важно пытаться сделать хорошо для любимого человека. Да? Один пытается для другого, другой пытается для первого. И чтобы это было взаимное. И взаимная поддержка. Знаешь, наверное, я скажу больше. Нужно уважать друг друга в браке. Возможно, любить не всегда получается. Но уважать, уважать и поддерживать интересы друг друга – это очень важно. Это очень важно. Не оскорблять, не заставлять что-то делать манипуляциями или еще чем-то. Это очень важно. И вот когда вот это происходит, когда человек... У него поднимается энергетический баланс – это хорошо, это здорово, но при этом у него появляется уверенность в себе. Когда два человека верны... И самодостаточные. И самодостаточные. О какой измене может отойти речь? Если они красивые, потрясающие, у них потрясающие дети, они любят друг друга, уважают. Ну, любят, опять же, условно, да, все равно это все же такая условная единица. Они уважают, они ценят друг друга за то, что... И их ценность в том, что они вместе. И они это понимают. И еще очень важно научиться не оскорблять, не оскорблять семьи. Первый шаг к измене – это оскорбление все же. Я так... Я сношу к этому, потому что это первое, что начинается, начинается оскорбление. Ну, что вместе? Ну, оскорбление, они же тоже идут, они идут изнутри. Это когда ты испытываешь злость, не знаешь, почему ты злишься, не понимаешь причины своего поведения и хочешь сделать больно другому. Потому что тебе внутри плохо, ты внутри разъяренный. А начинаешь делать больно другому, чтобы тоже досталось. Но ведь мы же иногда делаем больно другому, когда мы злые изнутри, именно потому что мы не можем высказать эту боль. Потому что мы не можем ее идентифицировать. И это тоже... Мы вообще не понимаем, откуда зачастую ноги растут. А ноги растут совершенно из разных мест. Так, ну, я, наверное, предлагаю потихонечку заканчивать. Ну, тема сегодня была очень интересная. Я бы ее еще продолжила, потому что в разное время, в разные возрастные категории на измену можно смотреть по-разному. Да, согласна. А лучше не изменить. Согласна абсолютно целиком и полностью. Но я считаю, что важно начать с причин. Потому что измена – это уже сильно далекое следствие. Согласна. И была рада, что ты сегодня ко мне пришла. Да, спасибо за приглашение. Будем встречаться. Договорились.